МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Смерть Василия Сталина. Неужели сына вождя убили? КГБ ж не был. И Марии стали их каблуками давить эти ампулы. Что он знал о смерти своего всесильного отца? Теперь уже точно доказали, что отравление произошло. И за что Сталину-младшему мог быть подписан приговор? Его с одной из таких, скажем так, прогулок в мотоцикле так привезли с пулей в голове. Стоит ли бояться Бермудского треугольника? Я в это не верю. Мне кажется, что это какой-то миф. Что ждет путешественников в этой зоне? Начали отказывать навигационные приборы, и мы вынуждены были практически всех отключить. И чем может закончиться такое путешествие? Раз в год обязательно в Бермудском треугольнике происходит какое-то событие катастрофическое. Чума в 21 веке. У чумы огромное количество есть разновидностей. Почему мальчик заразился болезнью из средневековья? Он уже синий весь был, от лица и вниз. И грозит ли миру глобальная пандемия? Человечество может вымереть от такой пандемии. Василий Сталин. Жизнь этого человека была яркой, но трагической. Его биография хранит множество загадок. До сих пор неизвестны истинные причины его смерти. Главный вопрос. Умер Василий Сталин или был убит? 19 марта 1962 года. Казань. В доме 105 по улице Гагарина найден мертвым генерал-лейтенант авиации Василий Джугашвили. Вся страна знает его как Василия Сталина, младшего сына вождя. На тот момент ему было чуть больше 40. Что стало истинной причиной смерти молодого генерала? Казалось бы, все ясно. Алкогольная интоксикация. Это официальная версия, и она выглядит вполне убедительно. Если не считать нескольких деталей. Одна из них – окровавленная простыня, которой был накрыт Сталин. С какой стати он должна была быть окровавленной, если человек просто скончал за алкоголем? Объясните. На руках у Василия Сталина, вот на запястьях, были черные пятна. То есть, то ли его сжимали, то ли давили. Официальных разъяснений по этому поводу не последовало. А на похоронах Василия Сталина было разрешено присутствовать лишь ограниченному кругу людей. Всем остальным правоохранительные органы Казани закрыли вход на Артское кладбище. И тоже без каких-либо комментариев. В чем же была причина такой секретности? В истории СССР Василий Сталин – единственный человек, ставший генералом в 25 лет. Сегодня многие уверены – это всесильный отец продвинул отброска. Но эксперты свидетельствуют – Василий сам по себе был незаврядной личностью, отличным летчиком и грамотным командиром. Василий был, по-своему, выдающимся командующим. Когда он принял ВВС Московского военного округа, начал жестоко бороться с пьянством. Через год округ вышел на второе место. Следующий год он занял первое, потом еще раз первое. За это уже полагался орден. Ему отец не дал. И еще раз первое. Заслуженный летчик-испытатель СССР Степан Микоян – живая легенда отечественной авиации. У него с Василием Сталином были особые отношения. Ведь Микоян, сам сын высокопоставленного партийца, знал Василия с детства. У нас котов был на даче небольшой. Вот он приходил, мы катались на коньках. А потом мы с ним вместе в конно-спортивной школе занимались. Им так и не довелось служить вместе. Но Микоян много знал о Василии от друзей летчиков. Особенно известным сын вождя стал сразу после войны. Хотя он был полковник тогда, но его слушались как генерала. Но и при этом летчики, которых он вокруг себя держал, вот такая группа приближенных, они, конечно, и гордились, что вот у них такой шеф, вот они дружат, вот они общаются. С сыном Сталина. Василий Сталин заботился о благополучии своих подчиненных. Они раньше других получали квартиры, да и служили в лучших условиях. Он мог там квартиры тут же дарить. Другое дело, что ему это легко было, может быть, сделать. Или там всем по машине победа. Уж не говоря, там часы или еще что-то. Карьера сына вождя была поистине головокружительной. Он никогда там, да, не был подполковником, например. То есть он потом получил полковника. Потому что якобы главнокомандующий ВВС попросил ему помочь выделить здание под главкомат. И Василий там, так скажем, через окружение отца это дело пробил. Благодаря, опять-таки, тому, что он был сыном Сталина. Младшему Сталину многие старались угодить. Но и врагов он нажил огромное количество. Ведь генерал считал себя неприкасаемым. Фамилию он пользовался, естественно, всегда и во всем. При этом ему говорили, ну почему ты Сталин, да? Ты же Джугашвили. И он всегда пытался объяснить, что он Сталин. Но так он никому это не смог объяснить. Как командир полка, конечно, вел себя нагло. Он мог брать в неограниченных количествах водку со складов под фамилией Сталин. Это вообще отдельная страница в жизни Василия Сталина. Застолья молодого генерала гремели на всю Красную, потом и Советскую армию. Ну, надо сказать, насчет выпивки у него всегда была эта беда. Вот и во время войны он пил. Когда в Москве работали, он любил ужины у себя устраивать на даче. Приглашал много людей. Собутыльники у него были все, все те же летчики, известные актеры, да? Даже Стаханов был среди его собутыльников. Естественно, с человеком, носящим фамилию Сталина, было интересно всем крутиться вокруг. Выпивая, Василий становился неуправляемым. Вот один из типичных случаев. Нетрезвого генерала остановил постовой милиционер. Василий ему через окошко дает права, тот их читает, видит Сталин, меняется в лице и вот так вот, наклоняясь, ему просовывает права обратно. А Василий берет и вот так ему, говорит, по носу, вот так этими правами, говорит, так щелк, щелк, щелк. Вот сами подумайте. Конечно, это вот барское такое, он мог позволить себе только благодаря фамилии. Режиссер Александр Бурдонский – сын генерала. В 40-е и 50-е, в золотое сталинское время, он был еще ребенком. Но воспоминания об отцовских загулах будут преследовать его до конца жизни. Когда у него бывали заполи, он пел, он становился очень тяжелым. Очень тяжелым. И, конечно, это было, что бы, было. Известный актер Владимир Стеклов сыграл Василия Сталина в кино. Он, как мог, попытался отразить сложный характер своего героя. Если бы не его личностные такие выплески, черты характера, которые явно повредили его и человеческой судьбе, и карьерной, то наверняка он, может быть, дослужился до более каких-то высших чинов. Принято считать, Василий стал особенно крепко выпивать после смерти своего отца. Алкоголь и нервное потрясение подорвали здоровье летчика. Именно поэтому версия о смерти Сталина от алкогольной интоксикации казалась вполне правдоподобной. У него здоровье, конечно, было неважно. Очень мало ела, в основном он курил и пил. Это все повлияло. У него, конечно, желудок был ненормальный. И все-таки нашлись люди, которые усомнились в официальной причине смерти. Уж очень странными оказались ее обстоятельства. Они натолкнули родных на еще одну версию. Убийство. Мария Нузберг. Эта женщина считала себя последней женой Василия Сталина. Некоторые историки считают, она сотрудничала с КГБ. А Нузберг, девичья фамилия Шеваргина, она и так достаточно серьезно стучала туда следует. Именно с ее личностью связывает таинственную смерть Василия Сталина его сын Александр Бурдонский. Она поехала к нему, приехала в Казань. Значит, это в районе 4-5 месяцев. За это время она успела расписаться с ним, чего не должна была делать. И не могла, она этого не знала, что он не разведен с моей мамой. И смогла перевести детей на его фамилию. Как только она это сделала, он тут же умер. С Марии Нузберг Сталин познакомился в военном госпитале Вишневского за год до своей смерти. Александр Бурдонский вспоминает. Об этих отношениях родственники узнали не сразу. Однажды родной сестре Василия Светлане Аллилуевой позвонил начальник госпиталя и сообщил о странной поклоннице своего знаменитого пациента. Светлана, делай что-нибудь, потому что с ним рядом подсадная утка. Светлана говорит, а что я могу сделать? Он говорит, ну, потом будет жалеть. Она его уберет. Но все к этому не относились серьезно. Но об этом звонке вспомнили только после смерти Василия Сталина. Странным был и тот факт, что когда родные приехали на квартиру после трагедии, пол был усеян какими-то ампулами. Об этом вспоминала Капитолина Васильева, бывшая жена Сталина. Когда Капитолина кинулась к пробегам, к этим пустым ампулам, которые разбросаны были по квартире, а там КГБшник был, и Марии стали их каблуками давить эти ампулы, чтобы Капитолина не взяла. Что было в этих ампулах? Может быть, яд? Но зачем Комитету госбезопасности нужно было ликвидировать сына вождя? Смерть Василия Сталина связана с гибелью его отца. Именно так считают сторонники конспирологической версии. Они утверждают, развернулась жестокая борьба за власть, и те, кто отравил вождя народов, боялись утечки информации, поэтому избавлялись от опасных свидетелей. Цепочку странных смертей охранников и врачей Сталина замкнул его сын. Кадры похорон Иосифа Сталина. Среди оплакивающих вождя народов его младший сын Василий. Очевидцы говорили, во время траурной церемонии он несколько раз повторил фразу «отца убили». Будучи в крайнем эмоциональном состоянии, тем более подвыпивший был в тот момент, как только приехал на дачу, он начал орать, загубили отца, сволочи. Это не случайно, так сказать. Он давно подозревал, что там что-то не так. Он тогда пил, он тогда упал, сломал себе ребра. Тяжелый был для него момент, но его можно понять, потому что, лишившись отца, он лишился имени. Но мог ли Василий Сталин знать что-то особое о смерти своего отца? Первое, достаточно точно доказали, анализы подняты, материалы там четко видно, что отравление произошло. Те, кто совершил это убийство, естественно, они перепугались. Некоторые историки вполне допускают, если вождь был отравлен, то подробности убийства могли быть известны личной охране Сталина, дежурившей на даче. Не исключено. Сообщили что-то и Василий, сын все же. Или же, когда Василий приехал на дачу, то здесь кто-то ему что-то намекнул. В любом случае, Василий заподозрил неладное. Василий, как носитель такой информации, был опасен для установившейся власти. Спустя всего полтора месяца после смерти отца, Сталина-младшего арестовали. Дело, по сути дела, липовое, поскольку ему вменялось растраты, которые он сделал при исполнении приказа развить спорт без всяких денег. Понимаете? И он вынужден был спортсменов, хоккеистов призывать в армию, задавать им должность, звание, чтобы оплатить деньги. Но это все так делают. Сына вождя содержали в знаменитом Владимирском централе под чужой фамилией. Он значился там, как арестант Василий. В общей сложности Сталин отсидел 7 лет. А через два месяца после выхода из тюрьмы вновь попал за решетку. Это было связано с историей, когда Василий пошел в консульство Китая. Просить политического убежища. Если бы он летел, уехал за границу, то он стал бы как бы символом, знаменем сталинистов против пришедших к власти Хрущевод и других. То есть он как бы самой своей судьбой был приговорен к тому, что его уничтожат. Василий Сталин был выпущен в 1961 году. Но это была не воля, а скорее ссылка. Бывшего генерала отправили жить в Казань. Столица татарской АССР была закрытым городом. Въезд иностранцам туда был запрещен. В Казани Сталин оказался под полным контролем. Настоящая пытка для человека, привыкшего к свободе. Он жил, как будто бы он летел в своем истребителе. Это очень точное замечание. Он как бы сам летел навстречу вот той гибели, которая как бы ему роком была предначертана. Еще до въезда Сталина в квартире были установлены прослушивающие устройства. Так что чекисты знали буквально о каждом шаге бывшего генерала. Каждый вечер Василий Иосифович очень здорово напивался. Рассказывал действительно, говорит, тоже очень много, но и пил конкретно. Именно поэтому многие историки сегодня утверждают, смерть Василия Сталина больше похожа не на виртуозную операцию чекистов, а на стечение обстоятельств, которое, впрочем, сыграло на руку действующей власти. Система его сделала таким, каким она его сделала, и потом она его и уничтожила, это однозначно. За несколько дней до смерти Василию Сталину сделали подарок – несколько бутылок грузинского вина. Один майор грузин, он ему последний раз вот принес вино там грузинское передал. И вот именно Василий тогда много выпил и умер. Может быть, и в самом деле яд? Почему в квартире Сталина было так много ампул с неизвестным лекарством? Его пытались спасти? Или как раз наоборот? Может быть, он точно знал, что отца действительно убили, что у Сталина это была не его естественная смерть, а это было там спланированное убийство. Сыгравший Василия Сталина известный актёр Владимир Стеклов слышал и ещё об одной версии его смерти. Мне рассказывали, что там он любил гонять на мотоцикле. И его с одной из таких, скажем так, прогулок в мотоцикле привезли с пулей в голове, то есть его убили. В конце прошлого года была рассекречена часть документов КГБ, связанная со ссылкой Василия Сталина в Казань. В отчётах упоминается о том, что бывший генерал часто заводил разговоры о своём отце и руководителях советского государства. Могла эта информация набугать Хрущёва? На мой взгляд, вполне. Могли ли сына Сталина убрать специально? Вероятность этого уже меньше. Не исключаю, что если в распоряжении историков окажутся новые рассекреченные архивы, мы ещё вернёмся к этой теме. И ещё важная информация. У нашего агентства появился свой сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Смотрите далее. Какие тайны хранит в себе Бермудский треугольник? Молнии сверкали по всему горизонту. Что происходит с людьми, попавшими в загадочную ловушку? Им приходится выбрасываться за борт. Бубонная чума в Киргизии. Грозит ли нам заражение? К нам некоторые товарищи даже руку подать здороваются, от нас уже брызгаются, убегают. Разве так можно? Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Море дьявола. Кладбище Атлантики. Треугольник смерти. Как только не называют известный на весь мир Бермудский треугольник. Уфологи ищут здесь следы инопланетных цивилизаций. Геофизики – нераскрытые природные аномалии. Скептики же утверждают, что ничего таинственного в этом районе не происходит. Так что же на самом деле стоит за тайной Бермудского треугольника? Это действительно неразрешимая загадка или искусственно созданный миф? Песню о Бермудском треугольнике Владимир Высоцкий написал в 1977 году. Тогда тема была, как говорят, в тренде. Были опубликованы лишь первые серьёзные исследования природной аномалии. Их не успели даже перевести на русский язык. Сегодня перелёты через Атлантику для многих обычные дела. Любой известный артист, да и не только артист, может сказать – в районе Бермудского треугольника бывал. Пролетал ли я над ним? Наверное, да, потому что я часто летал в Штаты, в Южную Америку. Пугал ли он меня? Нет, потому что я в это не верю. Мне кажется, что это какой-то миф, либо просто какое-то совпадение погодных условий и так далее. Также скептически был настроен и российский путешественник Сергей Низовцев. В 2012 году он задумал поставить мировой рекорд – пройти на парусной яхте три кругосветных путешествия за один год. Причём два из них полярных – это вокруг Антарктиды, 12 тысяч миль, и вокруг Арктики. Дойдя до Антарктиды и обогнув её вокруг, парусная яхта «Скорпиус» двинулась в сторону Арктики через Атлантический океан. Маршрут пролегал мимо Бермудских островов. Бермудский треугольник – территория Атлантического океана площадью около миллиона квадратных километров. Ограничено линиями от Флориды к Бермудским островам, далее к Пуэрто-Рико и назад к Флориде через Багам. К загадочному району Атлантики команда Низовцева подошла в июле 2012 года. Позади – лабиринт из айсбергов в море Амундсена и ураган с 30-метровыми волнами в море Содружества. Казалось, какие еще опасности могут подстерегать путешественников? Страха-то особенного не было. В общем, мы были уверены и в судне, и в команде. У меня был достаточно опытный экипаж и механик хороший, и старпом вообще выдающийся, я бы сказал, яхтсмен. Первая насмешка судьбы над неверящим в примету моряком. Яхта «Скорпиус» оказалась в районе Бермудского треугольника в пятницу 13-го. Далее, как по сценарию триллера, безоблачное небо внезапно заволокло тучами. Начался шторм. Невероятное скопление грозовых туч, огромное количество молнии, молнии сверкали по всему горизонту, невероятной силой дождь, штормовой ветер. О штормах в районе Бермуд слагают легенды. Говорят, скорость ветра здесь может превышать 300 км в час. Это в четыре раза сильнее обычного штормового ветра. Волны при таком ветре достигают высоты шестиэтажного здания. К ночи ветер стал стихать, и уже в темноте мы стали различать довольно редкое явление, как огни эльфа. Это такие, знаете, светящиеся шары, точки на выступающих частях такелажа, на рельях, на мачте, на штагах. Огни святого эльма – разряд в форме светящихся пучков или кистей, возникающий на концах предметов при большой напряженности электрического поля в атмосфере. Название произошло от имени святого эльма, покровителя моряков. Еще во времена Колумба, еще 500 лет назад, было известно, что когда он проплывал именно вместе с Аргасовым морем, он видел языки пламени, какие-то свечения необыкновенные, и стрелка компаса у него отклонялась аномально, как не отклонялась она в других местах нашей планеты. Сергей Низовцев и его экипаж будто шли по следам легендарных моряков. В яхту «Скорпиус» ударила шаровая молния. Напряжение, электризованность была настолько высокой, что начали отказывать навигационные приборы, и мы вынуждены были бежать с серьезных поломок, практически всех отключить. Судно фактически оказалось вне связи с внешним миром. Направление ветра и скорость течений постоянно менялись. Яхту крутило в одном и том же месте. Бермудский треугольник будто взял ее в плен. О таинственных исчезновениях в районе Бермуд заговорили в 1950 году. Хотя корабли пропадали здесь и раньше. Но, пожалуй, самый известный случай произошел в 1945 году. 5 декабря 1945 года эскадрилья из пяти бомбардировщиков «Эвенджер» вылетела с военно-морской базы США и взяла курс на восток. Командовал звеном номер 19 опытный летчик, проведший за штурвалом более 2,5 тысяч часов, лейтенант Чарльз Тейлор. Спустя полтора часа полета от Тейлора поступила странная радиограмма. Цитирую. «У нас аварийная обстановка, сбились курсы. Мы не видим земли». Следующие донесения становились все более сбивчивыми. Летчики будто ослепли. Они не видели даже Солнца и были охвачены паникой. Доклады довольно сбивчивые пилотам, что у них другое время, что они сбились с курса и так далее. Дают возможность там все что угодно. От похищения инопланетянами до, так сказать, какого-то попадания в четвертое или пятое измерение. На земле объявили тревогу и выслали на помощь группе поисковый самолет со спасательным оборудованием на борту. Его экипаж успел передать, что на высоте 1800 метров очень сильный ветер. Больше на базу не поступил ни один сигнал. Пять торпедоносцев и спасательный самолет будто растворились в воздухе. Гибель американской эскадрильи, вот этих торпедоносцев, авенчеров, ни с какой стороны не объясняется. Поэтому вопрос как был, так и остается. Раз в год обязательно в Бермудском треугольнике происходит какое-то событие катастрофическое. Это были и самолеты, это были военные самолеты, это были и торговые суда, это были и частные яхтсмены или рыболовы, которые случайно попали туда. В середине 70-х годов лучшие умы науки были сосредоточены на загадке Бермудского треугольника. Одной из первых прозвучавших версий стала геомагнитная аномалия. Если корабли и самолеты пропадают с радаров, то как раз здесь мы видим нарушение электромагнитного поля Земли, которое нарушает деятельность приборов. Летчик-испытатель Магомед Толбоев не раз пролетал над зоной загадочного треугольника и лично стал свидетелем того, как шалят приборы при попадании в эту зону. Иду ни с того ни с сего. Родационный комплекс, который с Земли меня управляет, начинает вращаться. А он должен быть точечно показать, когда я лечу точка, где находится тот источник излучения. Я знаю, где он находится. И приборы должны знать, и память компьютера должны знать. Нет, он начинает вращаться. Именно такое поведение приборов предшествовало исчезновению военных самолетов в далеком 45-м году. Только опыт и здравый смысл помогли Толбоеву пройти это испытание. Потом проходит время, через 5 минут он покачался, тот, что показывал, там он там. А если я начал метаться, ты, естественно, забудешься. Потом тебя не найдешь. Однако геомагнитными аномалиями не объяснить и половины случаев, которые произошли в районе Бермудского треугольника. В 1872 году бригантина Мария Селеста покинула берега Америки. Ее обнаружили спустя месяц без единого пассажира и члена экипажа на борту. Примерно так же без пассажиров и экипажа обнаружили в 1840 году пропавшее ранее судно «Розали». Суда абсолютно исправны. Там на камбузе варится борщ. Никого нет. Команда вся попрыгала за борщ. В чем дело? Ученые пробовали объяснить такие происшествия влиянием инфразвука. То есть это низкие частоты, которые влияют на здоровье человека, на самого человека. И многие из экипажей самолетов или морских судов не выдерживают этого инфразвука. И им приходится выбрасываться за борт для того, чтобы как-то заглушить это влияние. Гибель кораблей и самолетов часто связывают с газовыми выбросами со дна Атлантики. Там находятся кристаллические соединения спрессованного метана. Если начинается распад этого газгидрата, то образуется огромный воздушный пузырь, который, доходя до поверхности, глотает буквально эти суда на поверхности, потому что судно проваливается. Так погиб танкер, идущий из Туапсе куда-то там в Одессу уже в наши времена. Просто он провалился, и все, его нет. Ряд исследователей выдвигает и вовсе фантастические версии. Под морями Бермудского треугольника пытаются найти следы затерянной Атлантиды. Говорят и о порталах в иные миры, представители которых якобы избрали Бермудский треугольник каналом связи. Активизацию большую представители подводной цивилизации не очень осуществляют большую. Ну и стремятся, как говорят, предупреждать многих, значит, тех, кто руководят транспортными средствами, чтобы в определенные районы лучше не попадать. Но чем более странные версии выдвигают исследователи, тем громче звучат голоса скептиков. Еще в 1975 году служащий справочного отдела Аризонской библиотеки Лоуренс Куше усмотрел в рассказах о Бермудском треугольнике нечто подозрительное. Он проверил все известные таинственные случаи и пришел к выводу. По давляющему большинству бермудских легенд можно дать вполне научные объяснения. На самом деле, такие, как я уже говорил, события происходят вообще в Мировом океане, что Бермудский треугольник просто сосредоточил на себе внимание. А на самом деле, такие исчезновения судов и самолетов могут быть вообще по вполне реальным причинам. Осенью 1991 года представители одной из нью-йоркских судовладельческих компаний заявили о сенсационной находке. Группа подводников обнаружила на дне Мексиканского залива обломки самолетов в 40-х годов. По всем признакам именно тех, что пропали в 1945-м. Тогда, казалось, тайна Бермудского треугольника вот-вот будет раскрыта. Однако вскоре выяснилось. Самолеты, найденные в Атлантике, скорее всего, не имеют отношения к пропавшим «Эвенджерам». Бортовые номера на находках не совпали с номерами печально известного звена номер 19. А вот российскому путешественнику Сергею Низовцеву удалось найти выход из Бермудского треугольника. Помогла спутниковая система навигации «ГЛОНАСС». Возможно, если бы путешественники прошлого обладали таким же техническим подспорьем, многих загадочных происшествий удалось бы избежать. Хотя вот в мистику я не особо верю. Но Бермудский треугольник, на мой взгляд, это особый случай. Тут, наверное, столько неизвестного, что, пожалуй, есть основания у многих людей относить те явления, которые происходят в этом печально известном Бермудском треугольнике, к мистическим. Итак, инопланетная база. Древняя Атлантида. Неведомые до сих пор природные явления. Инфразвук, ураганы, пузыри газа. Вот далеко не полный перечень предлагаемых разгадок для всего лишь одной загадки. И на каждую версию приходится контрверсия. Недавно ученые США и Швейцарии впервые описали необычный эффект, существующий в Мировом океане. Эффект черных дыр. Так исследователи назвали крупные водовороты, возникающие в южной части Атлантического и Индийского океанов. Океанические черные дыры уже сравнивают с космическими. Они также опасны. Даже фотоны света не могут выбраться из зоны притяжения гигантских воронок. Возможно, именно это открытие поможет разгадать тайну Бермудского треугольника. Смотрите далее. Утечка 79-го года. Почему сибирская язва поражала только мужчин? Дети ни одного. Женщин уничтожное количество. А все молодые мужики. И кто и зачем сегодня выращивает новые вирусы в тайных лабораториях? В основном это у нас деятели из так называемой Великой Британии и Соединенных Штатов. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В августе 2013 года мир облетела новость. В Киргизии школьник умер от бубонной чумы. И это далеко не единственный случай возвращения древних болезней. Чума, сибирская язва, оспа, холера издавна страшили людей. Но неужели за столько веков человечество не нашло верного средства от этих вирусов? Или эпидемии в 21 веке кому-то выгодны? Вы посмотрите, он даже на больного не похож. А все говорят, что он болел. Это последнее фото. Ему здесь 15 лет. Родители киргизского школьника Тимирбека Исакунова до сих пор не могут поверить, что их сына нет в живых. Ведь начиналось все, как обычная простуда. В последние дни школьных каникул Тимирбек приехал к отцу на пастыще. После нескольких дней, проведенных в степи, мальчик внезапно занемолк. Он пришел, и у него была температура. Я подумала, что у него грипп, и дала ему антигриппин и парацетамол. Спустя три недели Тимирбека отправили в районную больницу. Информация от медиков была скудной. Сначала сообщили об операции, а еще через несколько дней – о смерти школьника. Мальчик умер. Мы даже не поняли, как все случилось. Сразу же ничего не было известно. Главное, что не укладывается в голове у родственников. Причина смерти, озвученная медиками. Бубонная чума. Болезнь из Средневековья. Он уже синий весь был, от лица и вниз. Жена соседа притрагивалась к нему. Выходит, что она тоже от чумы может умереть. Это главная тема, которая волнует сейчас не только родственников погибшего Тимирбека. Переживания, конечно, были. У меня тут дети, мальчишка и две девочки. Мысли всякие плохие стали приходить в голову. Стресс стал испытывать. Давление поднялось. Родных Тимирбека и Сакунова теперь сторонятся в районе. Друзья больше не ходят в гости. Знакомые здороваются издалека. У нас уже такой стресс, что нам тяжело на людей смотреть. К нам некоторые товарищи даже руку подать здороваются от нас уже, брызгаются, убегают. Разве так можно? В районе давно закончились карантинные мероприятия. А люди в противочумных костюмах уничтожили в окрестностях практически всех грызунов. Ведь по официальной версии, Тимирбек заразился чумой, съев шашлык из сурка. Паника, заразные чумы. Сразу после инцидента власти соседних стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Киргизию. В сентябре пассажиров авиарейса «Бишкек-Екатеринбург» несколько часов не упускали самолета. Причина – у одного из прилетевших поднялась температура. Но насколько оправданы эти меры? Существует ли опасность распространения эпидемии в наших краях? Сентябрь 2013 года. В той же Киргизии – вспышка сибирской язвы. 16 человек в больнице, у двоих диагноз подтверждён. Июль 2013-го. Почти 2000 случаев заболевания холерой в Афганистане и в Иране. Есть летальные исходы. А это уже чума. Правда, люди от неё не пострадали. Летом и осенью 2013 года целая волна эпидемии африканской чумы свиней накрыла Россию и Белоруссию. Мы привыкли считать, что страшные хроники эпидемии остались разве что на страницах романов. Так почему же в век высоких технологий древние болезни возвращаются, а страх перед ними не ослабевает? Чума – это вот просто символ какой-то катастрофы, которая идёт изнутри человеческой природы, с которой обязательно надо бороться, иначе она выкосит всё. Один из главных героев фантастического романа Алексея Иванова «Комьюнити» – средневековый демон чумы. Он поселяется в интернет-сообществе и начинает пожирать его участников. Вообще у чумы огромное количество есть разновидностей. Есть, например, алюминиевая чума, есть свиная чума, есть, разумеется, человеческая чума, есть автомобильная чума, есть резиновая чума. В древности чуму воспринимали примерно так же. Именно ей зачастую приписывали симптомы других, менее известных эпидемий. По данным современных учёных, так называемая чума Фукидида, в V веке до н.э. погубившая треть населения Афин, на самом деле была тифом. Чума Антонина в Древнем Риме, её жертвами стали 5 миллионов человек, в действительности являлась оспой. В истории человечества нет другой болезни, которая приводила бы к столь колоссальным опустошениям и смертности, как чума. В Ветхом Завете она появляется, это казни египетские, то есть упоминание о том, что египтян, всё будет покрыто нарывами. Известно несколько глобальных эпидемий чумы. Самая страшная из них, так называемая чёрная смерть, в 14 веке выкосила половину Европы. Погибло от 40 до 100 миллионов человек. Сейчас трудно сказать точно, сколько это было народу, но уж миллионов 60 точно погибло. Мало кому известно, чёрная смерть на самом деле была вызвана применением своего рода бактериологического оружия. И распространилась территория современного Крыма. В 1346 году город Кафу, нынешнюю Феодосию, осаждали монголо-татары. В 1347 году во время осады татарами Кафа, нынешняя Феодосия, значит, генуэзцы, которые владели крепостью, очень долго защищались. И тогда вымотанные татары, у них вот началась эпидемия, и они стали забрасывать трупы погибших от чумы в крепость. А дальше генуэзцы, которые, видя это, решили, что лучше держаться подальше, они сели на свои корабли и пошли в Европу. И привезли туда чуму. Столь же впечатляющих примеров использования бактериологического оружия история так и не узнала. С 1972 года существует конвенция о его запрете. Документ подписали 163 государства. Но насколько честно выполняются условия конвенции? Надежного механизма проверок до сих пор не выработано. Март 1979 года. В Чкаловском районе Свердловска вспышка странного заболевания. Количество вызовов участковых врачей возрастает в пять раз. Люди жалуются на головную боль, озноб и сильный сухой кашель. В первых числах апреля легочные больные начинают умирать. И лишь 10 апреля на закрытом совещании звучит страшный диагноз – сибирская язва. У людей слово «сибирская язва» в смерти не написано было. Все, что угодно писали, кроме «сибирской язвы». Пневмонии им писали. Официальная цифра – 64 погибших, по моим подсчетам, несколько сот погибших. Химик Лев Фёдоров расследует загадку Свердловской трагедии с начала 90-х годов. Официальная версия – эпидемия была вызвана мясом заражённого скота. На самом деле в Свердловске работала военная лаборатория номер 19, входившая в строго засекреченную систему биопрепарат. Весной 1979 года учёные готовились к испытанию новой бактерии. Всё это боевое хозяйство просто вышло на улицу и по ветру пошло, по направлению ветра. На воле оказался боевой вирус сибирской язвы. Он поражал мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Его действие вызывало смерть в 100% случаев. Сибирская язва в 1979 году в Свердловске, она поразила мужиков молодых. Дети ни одного, женщин ничтожное количество, а всё молодые мужики. Так что, то, что она была направлена на мужиков призывного возраста, подозрение такое было, и оно не исчезло. Это да. Лев Фёдоров полагает, это не единственный в истории Советского Союза случай. Когда джинна выпустили из бутылки. В 1971 году на воле оказался вирус оспы. Это случилось на острове Возрождение в Аральском море, где располагалась ещё одна секретная биохимическая лаборатория. Там проводились испытания, очень серьёзные испытания, средств защиты от биологического оружия. Испытания там проводились на животных. Ветер унёс, и как раз он унёс на берег, на городок. Тут же этот генерал доложил Москву. КГБ распорядилось поезда не останавливать. Также поезда должны были ехать и останавливаться. Люди входят, выходят. Вот, значит, поезда мимо. И тем не менее, по данным Льва Фёдорова, 10 человек заразились, трое умерли. Официальных данных об оспе на Аральском море не существует. Как и о сибирской язве в Свердловске. Сейчас лаборатории Свердловска и острова Возрождения закрыты. Но что произошло с вирусами, разработанными там? Надёжно ли они изолированы? Вот эти отходы перевозили на один из островов. Устроили там свалку, и все эти отходы туда собирали. Собирали, и как они себе представляют, дезинфицировали. То есть хлопкой там какой-нибудь заливали и всё такое прочее. Ну и думали, что всё в порядке. Невозможно выстроить систему защиты от дурака. Пошёл 14-летний парень, поймал суслика, съел. Чума. Неголодные совершенно наши дети пошли, разрыли ради интереса могильник с коровами. Здравствуйте, чума. В древности эпидемии появлялись во времена войн, смут, исторических потрясений. Сейчас, полагают эксперты, если возникла эпидемия, ищи, кому это может быть выгодно. Журналист Денис Сухинин нашёл, кому выгодно африканская чума свиней. Видны очевидные признаки коррупционного сговора, потому что во многих регионах имеются крупные агропромышленные холдинги, которые прямо или косвенно аффилированы с высшими должностными лицами региона. Как только регистрируют очередной случай, вырезается всё поголовье свиней в радиусе 20 километров. Я хочу обратить внимание и подчеркнуть, что вырезали свиней не больных, а здоровых. То есть и свиней, которые никогда не были в контакте с больными свиньями. Мелкие производители разоряются, крупные получают прибыль. Обычная конкурентная борьба. Но кому нужны эпидемии с большим количеством человеческих жертв? В основном это у нас деятели из Великой Британии и Соединённых Штатов, где они говорят «да». То есть все утверждают, начиная от родственников королевы и заканчивая советниками президентов США и Хиллари Квинтон, о том, что население должно быть сокращено. Они разные цифры называют. От 3 миллиардов до 500 миллионов должно на Земле остаться. Пока наблюдается обратная тенденция. Население земного шара растёт. Так же, как и концентрация населения. Риск распространения любой инфекции в тех местах, где концентрация населения высока, он резко повышается. То есть увеличилась у вас вдвое концентрация населения, увеличился в 4 раза риск возникновения эпидемии. Самая сложная ситуация в крупных городах. Если в метро чихнёт один человек, гриппом заболеют полвагона. Угроза пандемии в связи с огромной концентрацией населения существует. И если не предпринимать никаких мер, то, конечно, человечество может вымереть от такой пандемии. Достаточно вспомнить об эпидемии испанки в 18-20-23 годах. Но может ли чума охватить современный мегаполис? Последний случай в Киргизии показал – от больного мальчика не заразились даже ближайшие родственники. То, что этот мальчик попал в центр событий, означает, что они существуют. Но не более того. Потому что если бы это была бактерия мощная, боевая, ну, как иногда, вот в Средневековье, вот она возникла, как боевая бактерия, то одним бы мальчиком дело не ограничилось. Со времён появления чёрной смерти медицина шагнула далеко вперёд. Эпидемия чумы человечеству не грозит. Но можно ли сказать то же самое о других болезнях? Особенно о тех, что ещё в пробирках. И кто знает, что произойдёт, если новые лабораторные вирусы окажутся на свободе. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Террористы 70-х. Спасение североамериканских индейцев или побег из СССР. Своих стреляют, а индейцев летели осупрогнать. Кто помог разбогатеть и прославиться? Дэвиду Копперфильду. Спецслужбы какой-то страны в любом случае пытаются как-то продвинуть. Почему больные ВИЧ боятся врачей? Я поняла, что мне надо выбирать либо жить, либо умирать. Умирать.